Всем привет! Сегодня будем делать три топовых эффекта из музыкального клипа Markle Serpentine. Я заметил то, что всем нравятся данные эффекты, и я решил их разобрать. Я выделил только три эффекта, которые мне больше всего зашли. Я думаю, вам они тоже зашли, поэтому начнем разбирать. Первый, в принципе, самый простой transition эффект. Это связанный на второй минуте с рукой. Вот такой вот эффект. Он довольно-таки распространенный, и я вам сейчас покажу, как это сделать. Я уже взял футажи и распределил их так, как мне нужно. Поэтому вы можете любые взять футажи, которые найдете, я взял их бесплатно в интернете. Так что, если вам понадобятся ссылки, то напишите это в комментариях. Итак, начинаем, в принципе, работать. Первое, что нам нужно сделать, это сделать маску. Далее переходим в маску, нажимаем на часики. У нас создается кейфрейм, дальше нажимаем пэкап, пэкдаун на клавиатуре, чтобы перемещаться по нашим фреймам. И пододвигаем маску. Совсем забыл сказать то, что вы можете сделать инверсию сразу же, чтобы вам было проще работать. На самом деле, тут маска так получается, потому что размытая область самой маски. И чтобы она была хоть чуточку более нормальной, приходится применять размытость. Но, если у вас объект четкий, а не размытый, то в таком случае вам не придется применять маск фейзер. Следующая анимация, которую мы будем делать, это покадровая анимация. Вот так она выглядит в клипе. На самом деле, она выполнена через графический планшет. Каким-то художником, может... Ну, короче, так проще делать. У меня нету графического планшета, поэтому я не буду сильно заморачиваться по кадровой анимации. Я просто покажу, как ее делать в принципе, чтобы был эффект такой же. Нажимаем два раза левой кнопкой мыши на наше видео и начинаем разукрашивать, выбирая Brush Tool и в Duration указываем Single Frame по кадровой анимации. То есть у нас в прошлом уроке стоял Right On, а в этом случае мы выбираем Single Frame и начинаем раскрашивать. Сделаю поменьше. Поехали. Также можно, кстати, будет сделать, например, волосы красными, да? А все остальное белым. Давайте так тоже попробуем. Да, но все равно у нас получится так, что у нас будет немножко хуже. Даже как немножко. Множко. Множко хуже, потому что, во-первых, у нас с вами нет очертания головы, то есть как вот здесь вот, да? То есть тут очертания, вот это вот все сделано, да? Но это очень трудоемко было. Это очень-очень трудоемко. Я не буду этим заморачиваться, потому что там были профессионалы, это их работа была, это их заказ, хлеб. А тут я с вами делюсь опытом и думаю, что если вам предложат сделать такую работу, вам пригодится мое видео, и вы сможете сделать это уже гораздо качественнее, гораздо лучше, используя знания, которые я вам показал. И вы сможете покушать вкусненько вечерком. И вспомните меня. И подпишитесь. И поставите лайк. Да. Влажные фантазии. И что мы получаем? Получаем мы вот такую штуку. Прикольно? Прикольно. Собственно, после того, как мы это сделали, что нам нужно сделать? Нам нужно, естественно, перенести это на отдельный слой. Что мы делаем, чтобы перенести на отдельный слой? Возвращаемся на нашу композицию. Создаем Black Soil. Наш черный слой. И открываем эффект на нашем видео. Paint. И копируем Paint. Переносим на Black Soil. И дальше мы открываем наш слой. Смотрим на Paint. Ищем, где они. У меня почему-то из первого раза никогда не получается. Но, надеюсь, что у вас получится. Нажимаем на Screen. И не забываем убрать оттуда FX. Можно также, кстати, сделать для сравнения. То есть, смотрите. Видим очень длинную у нас линию. и подстраиваем вот так вот. Возвращаемся и подстраиваем вот это. Дальше мы растягиваем наш слой, подставляем его. окей. Вот так вот. Смотрим. Да, в принципе, приемлемо. Да, хорошо. В принципе, эффект готов. Но, как вы знаете, тут в этом видео, как видите, черный экран. Поэтому можно не заморачиваться и оставить Normal. Просто при этом обрезав таким вот образом. Ctrl-Shift-D. Здесь обрезать. Удалить не нужно. и подкорректировать так, чтобы оно начиналось там, где должно. Ну и так мы получаем данный эффект, как в клипе Markle. сравним. Я на свободе за... Да. Свободе заперти. Как видите, эти мазки, все это сделано очень художественно и профессионально. Я так, к сожалению, не умею. Я знаю только, как сделать данный эффект. Следующий эффект у нас будет на минута 39. Посмотрим. Данный эффект скрестил. Это transition. Опять же, он очень прикольный тем, что в нем заключается зум-эффект и маска. Опять же, маска. Да. Тут очень, кстати, в этом клипе много работ с масками. и очень много работало. вот эта синенькая синева, она футажом выполнена. Находится футаж в бесплатной коллекции. Если я вспомню, где я его брал, я скину ссылку, чтобы скачать данный футаж. Он очень красивый, кстати. Переходим снова в After Effects и выбираем нашу татуировку. Вот она будет наша татуировка, с помощью которой мы сделаем маску. Выделили. Делаем инверсию. инверсию. Далее, что мы будем делать? Далее, мы сделаем зум, потому что если мы сделаем сейчас стречим маску эту, то в таком случае, когда мы будем делать зум, мы просто сделаем лишнюю работу, потому что придется перетречивать. сделаем это сразу. Так, делаем исходное положение, ставим видео, дальше определяем scale, перетаскиваем этот кругляшок в центр нашей маски, таким образом, когда мы приближаем, мы приближаем в центр. Нажимаем на наши часики и делаем где бы мы хотели, чтобы у нас был scale. Я думаю, вот здесь вот, да? Не будем делать долгую анимацию, поэтому вот так вот приближаем. Вот, как видите, у нас получается такая вот анимация перехода. Теперь нам нужно будет затречить. Также переходим в маску, нажимаем часть маски и перемещаем. Перемещаем. итак, что у нас сейчас получилось. получилось. теперь нам нужно будет поработать с маской во время нашего эффекта. вот что у нас получается в общем. можно, конечно же, вот этот эффект этот немножечко продлить. Можно вообще вот так вот сделать, но он все равно будет так работать. А все почему? Потому что сейчас мы поставили маску на то, чтобы она быстро. Если мы не хотим чтобы она быстро увеличилась в размерах, мы просто вот так ее переносим. Получаем вот такой эффект. В принципе все. Все эффекты мы разобрали. Еще раз говорю, что можно сделать гораздо интереснее, гораздо круче все. Если например добавить сюда какой-нибудь я не знаю glow эффект на то есть эффект свечения можно даже сделать screen вот так вот сделать. Будет уже тоже прикольно смотреться. Вы можете экспериментировать как вы хотите. Но я сейчас сделал так как сделано в клипе. вам сейчас показал как сделать метод. работы. Всем спасибо. На этом я закончу. Спасибо, что посмотрели данное видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и оставляйте комментарии. Всем пока.